Даник, вот скажи мне, ты с компьютерами на «ты» или на «вы»? Я на «ты». Вот буквально вчера с другом собрали компьютер. Правда, три детали остались. Даже не знаю, откуда они взялись. Умник! А что такое ЭВМ, знаешь? Знаю. Я их еще в школе застал. Электронно-вычислительные машины. Это определение старого как мир. Мне Татьяна Прилепина рассказала. Она встретилась с теми, для кого ЭВМ – это не то, что ты сказал, а эпоха виртуального мировоззрения. В этом с виду вполне обычном учебном заведении Алматинской области ну очень уж необычные ученики. Здравствуйте, мне туда. Они также с утра ходят в школу, выходят на перемены, пишут контрольные и сдают экзамены. Но вместо рюкзаков у них такие вот сумки, да и школьной формы у них нет. Сидят они в этом кабинете. Сейчас, кстати, идет урок. Ученики – это 15 опашек. Пока еще не продвинутые юзеры, но уже далеко не лузеры. Они в интернете пешком ходят. Все время в движении мувит-мувит. Уже полгода плутают по бескрайним сетям. Поначалу, конечно, путались, переживали. А так ли им это надо? Но все это давно в прошлом. Сейчас переживают вовсе по другим причинам. Ой, мой интернет не работает. Да? Мы хотим конечиться с другими странами. Запнулась, но не расстроилась. Какие ее годы? Еще и не так заговорит. Есть возможности, но только надо время выбрать. И желание. Зоя Апа уже 65. До пенсии работала на фабрике швей. И еще раньше до яркой чабаном. В общем, к компьютерам не имело никакого отношения. До тех пор, пока не подросли внуки. Так год назад в доме свершилась великая виртуальная революция. Детишки научили Ажеку компьютер-намазан и провели первые мастер-классы. Виртуальный мир засосал бабушку быстро. В завод к вечеру, когда свободное время будет, они мне позовут. Мы вместе играем, карты или всякие игры. Увлечению Ажеки семьянины рады. По такому случаю даже компьютер купили и комнату отдельную выделили. Мы рады, что она любит в интернет, в компьютерах общаться. Вот она вот с внуками своими изучает компьютеры и игры. В этот небольшой кабинет Зоя и Апас с соклассницами пришли по доброй воле. Вот как-то встретились, замечу, не на скамейке у подъезда, у них свой танцевальный ансамбль. Посовещались и решили, пора бы чем-то еще заняться. Годы идут, так и появился 15-й Б-класс. Сейчас все упирается в компьютер и в интернет. Без этого уже у нас жизни нет. Хоть какую сферу в жизни возьмите. Молодежь очень быстро, конечно, обучается интернету и компьютеру. Ну и почему бы нам этому не научиться? Сейчас вот у нас начался второй виток жизни. Я люблю программу «Жди меня». Жди меня вот в «Одноклассниках», допустим, я нашла из России своих двух сестер, с которыми давно мы не общались, не переписывались. Сейчас у нас идет активная переписка. У каждой бабушки персональное место. Не пропускают ни одного занятия, хотя многие живут далеко от школы. Как правильно монтировать любительское видео, менять шрифт в Word, составлять таблицу в Excel и регистрироваться в знакомствах. С контрольной работой прилежные ученицы справились, если не на отлично, то уж точно на хорошо. А завтра новое занятие, новые сайты и новый курс, как качать торрента. Дальше больше. В планах у бабушек установить виртуальный контакт со сверстниками по всему миру, чтобы знали, жизнь на пенсии только начинается.